МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Страшная находка в одном из городских коллекторов. Дворники обнаружили труп мужчины. На Большую землю по хорошим дорогам, когда трассу окружного значения приведут в порядок. И самый главный государственный праздник. Ноябрьск отпраздновал День России. В одном из городских коллекторов по изыскателе сегодня дворники обнаружили тело мужчины. По словам следователей, оно пролежало там не менее трех дней. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили. Сегодня, 13 июня 2013 года, во время уборки территории между домами 41А и 43 по улице изыскателей города Наябрьска, в коллекторе теплотрассы был обнаружен труп пожилого мужчины без признаков насильственной смерти. Значит, на месте следственного отдела по городу Наябрьск, Следственного комитета Российской Федерации по Ионалу, были проведены неотложные проверочные мероприятия, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят труп мужчины по внешнему виду. Это бомж. При визуальном его осмотре следов телесных повреждений, установленных следователем, не было. Значит, для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг города Наябрьска, где по результатам исследования будет известна причина смерти. Как стало известно, в арбитражном суде округа находится иск Энергогаз Ноябрьска о признании НЖСК банкротом. Причиной стали многомиллионные долги управляющей компании перед поставщиком ресурсов. Первое рассмотрение этого дела назначено на 1 июля. Тем временем между компаниями существуют и другие разногласия. Так, на одном из заседаний Совета директоров в администрации города технический директор Энергогаз Ноябрьска Валерий Ольхов сообщил, что представители НЖСК не торопятся принимать в коммерческий учет установленные в подведомственных домах общедомовые счетчики. Хотя именно их показания должны были снять давний спор о фактически потребленных населением объемах воды. Нежелание принимать коммерческий учет, создание каких-то безумных комиссий с участием администрации, жилищной инспекции, энергонадзора. То есть ситуация непонятная. Крафик с растяжкой до октября месяца. В принципе, мы 130 домов готовы сдать коммерческий учет хоть сегодня. И параллельно руководство НЖСК активно занимается созданием новой управляющей компании на руинах старой. Людям предлагают перезаключить договоры с НЖСК. При этом форма управления по данному договору почему-то является непосредственной. Так решило руководство управляющей компании. Хотя по закону право выбирать форму управления остается за жильцами. И решение о перемене УК должно приниматься на общем собрании собственников, которое, как выясняется, нигде не проводилось. Наши журналисты сейчас выясняют, чем обернется для собственников принятие такого решения. Подробный материал об этом смотрите завтра в программе новости нашего города. Ремонт участка дороги Сургут-Салихарт от границы с Хмау мимо Карамовского поста ДПС и дальше в сторону Муравленка под большим вопросом. И это при том, что работы здесь начнутся этим летом, надежда была. Ведь это единственная дорога, которая соединяет Ямал с Большой землей. Полотно здесь просело во многих местах и требует даже не капитального ремонта, а полной реконструкции. От чего это зависит и сколько времени потребуется на ее осуществление в материале Ирины Потехиной. Дорога Сургут-Салихарт окружного значения и находится в ведении ноябрьского филиала дорожной дирекции. Вообще в юрисдикции этого ведомства порядка 600 километров серой асфальтной ленты. Это, конечно, и значительная часть главной Ямальской трассы от границы с Ханты-Мансийским округом до конечной точки Пуровского района и множество второстепенных дорог и даже нитка, соединяющая Ноябрьск с самым дальним Вангапуровским микрорайоном. Похвастаться автобанами наш округ не может, но первые 20 с небольшим ямальских километров в этом году планировалось реконструировать и присвоить участку вторую категорию. Для сравнения, в МАУ дороги, на которые мы сегодня равняемся, имеют третью категорию, а вторая, это простыми словами, такое же ровное качественное полотно, но значительно шире, более чем на метр. В общем, мечта, а не дорога. Граница Янао-Губкинский, конечно, это один из самых первоочередных объектов, потому что это все-таки ворота в наш округ. Это показатель благосостояния и уровня развития нашего округа, реконструкция данного участка. Мы планировали начать этот объект к концу текущего года. Если вопрос с финансированием будет решен положительно, этот проект будет реализован. Между тем, при реконструкции загородных дорог речь идет не о десятках и даже не о сотнях миллионов рублей. 21 километр трассы Сургут-Салихард бюджету округа обойдется в 2-2,5 миллиарда рублей. Ведь реконструкция – это практически строительство новой дороги. Если делать просто ремонт полотна, выходит значительно дешевле. Но ситуацию на слабых участках такая работа спасет лишь на короткое время и уж точно не позволит нам ездить по дорогам мечты. А ведь 21 век наступил. В среднем стоимость ремонта, опять же я говорю, это про загородные дороги, порядка 20-25 миллионов за один километр. Стоимость реконструкции в разы больше. Это порядка 120 миллионов за один километр. Ну, тут опять же повторюсь, что очень несопоставимый состав работ при реконструкции – это дорога практически с нуля. Кстати, такая фантастическая стоимость дороги имеет совершенно обыденное и даже банальное объяснение. Цены на дорожные материалы в несколько раз увеличивает их доставка. Как правило, это железнодорожная перевозка. Мы должны учитывать, что в нашем регионе отсутствует прежде всего карьер ищебня. А это, понятно, влияет и на стоимость асфальтобетона, и на стоимость основного покрытия. Главная проблема в этом. Между тем, проект реконструкции участка дороги Сургут-Салехард разработан еще в 2011 году. На его реализацию при благоприятных погодных условиях потребуется два года, точнее, два северных лета. И если начать работы в 2013-м, то в 2015-м в отпуск мы отправимся по дороге мечте. Ирина Потехина, Виталий Харченко, Анатолий Присич. Новости нашего города. Ну а где точно улучшится качество дорожного полотна в этом году, так это 14-километровый участок трассы Сургут-Салехард с 364 по 379 километр. Находится этот участок между городами Муравленко и Губкинский. И здесь уже полным ходом идет реконструкция трассы. К первому сентября Тюменская подрядная организация должна закончить асфальтобетонные работы, а к первому октября завершить благоустройство дороги и запустить в эксплуатацию. Интересно, что на этом участке впервые применяются новые для Ямала технологии. В составе реконструкции будут выполнены несколько типов разных дорожной одежды. То есть есть 4 километра, где устраивается покрытие с применением пеноплекса. Это новый для нашего региона материал, который в принципе во всем мире достаточно эффективно используется именно в северных условиях. Этот материал будет уложен в основание дорожной одежды на участках самых значительных просадок. Потом более 4 километров будет выполнена разборка существующей дорожной одежды с заменой дорожной одежды. И оставшаяся протяженность – это будет восстановление существующего дорожного покрытия. Еще один крупный дорожный объект окружного значения, где уже идут работы – это строительство моста в Таркасале через реку Пякупур. А вот что касается работ на городских дорогах, их качества, что конкретно будет сделано и на каких улицах, в актуальном интервью новостям нашего города рассказал первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Касьяненко. Также он ответил на самые наболевшие вопросы в сфере ЖКХ. Первая часть актуального интервью выйдет сегодня сразу после новостей. Не пропустите. А вот о том, что интересного для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» в кратком видеообзоре. «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. Сохранить и приумножить в «Газпромнефтеноябрьскнефтегазе» уверены, что экология и экономика прекрасно сочетаются. На четвертой странице свежего номера читайте материал о том, как предприятие реализует программы по снижению негативного воздействия на природу в процессе добычи нефти. Куда пристроить на время отпуска домашние животные? Сезонная головная боль для любого владельца. О чем необходимо позаботиться, если вы собираетесь взять четвероногого друга с собой в дорогу? Читайте на седьмой странице газеты. Есть люди, для которых выбор продуктов – вопрос не гастрономический, а скорее идеологический. Речь идет о вегетарианцах. Почему некоторые люди отказываются есть мясо? Читайте на девятой странице номера. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Ноябрьск отметил День России. Праздник развернулся сразу на нескольких площадках. Начался он в час дня с концерта на сцене у здания администрации. А в 14 часов действие переместилось в детский парк, где для юных горожан подготовили конкурс на игровую программу. Благо, погода в этот день не препятствовала. Таковы новости четверга. О том, какая нас ждет погода до завтра узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всего доброго и до завтра. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» 14 июня в Залихарде облачно. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура плюс 9 градусов. Муравленко дождь. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура 10 градусов тепла. В ноябрьский небольшой дождь. Ветер южный до 2 метров в секунду. Температура плюс 15 градусов.